Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за Днём. В студии Оксана Ткаченко, Илья Приходчика, здравствуйте. На календаре сегодня 8 октября, и во всем мире отмечается День зрения. Кстати, у тебя хорошее зрение, Илья? Я не жалуюсь. По крайней мере, номер приезжающего троллейбуса или автобуса могу разглядеть практически с предыдущей остановки, и это не шутка. А я просто могу только стрелять глазками. День за Днём. Поехали. День за Днём. День за Днём. День за Днём. Очередной удар по шоу-бизнесу, потому что многие как раз рассчитывали на предновогодние корпоративы и праздники. Ну, если Оксана Ткаченко переживает за концерты корпоративы и праздники, я представляю другую группу населения, друзья, и по нам тоже делают удар. Уже совсем скоро в России могут перестать разливать пенные напитки, я имею в виду пиво в крупную тару, и оставить только вот эти маленькие тары 0,5. Опять производители пенного напитка обвиняют алюминиевое и стеклянное лобби в такой мере. К чему это приведёт? Станет ли дороже такой вид алкоголя? Помните, что, кстати, он вредит вашему здоровью. Обсудим с экспертом в прямом эфире. Эксперт, да, появится чуть позже, но за эфиром он нам объяснил следующую ситуацию. Лучше не будет, потому что когда отменили разлив пенных напитков в 2,5 литра, вот в такую бутылку, то тогда покупатели стали выбирать не такую тару, а два раза по полтора, что привело к ещё более худшей ситуации. Да, теперь смерть полторашкам, видимо, наступает. Но мы обсудим это обязательно. И есть ещё одна тема, нижегородская во всех смыслах. Это твоя тема или моя тема? Давай, это будет твоя, ты будешь за всё хорошее отвечать в нашем эфире, а я за основу. Не твоя и не моя, потому что ни один из нас не относится к району проживания Верхней Печоры, но тем не менее мы рады, что у этого микрорайона появился свой музыкальный гимн. Праздник, клип, музыка. Все жители Верхних Печор собрались для того, чтобы поучаствовать в этом. Мы покажем этот клип и, конечно же, в эфире пообщаемся с автором этого музыкального произведения. И самое главное, получим ответ на животрепещущий вопрос, какое слово можно зарифмовать с сочетанием Верхней Печоры. Всё это будет в нашем эфире, но прежде чем перейти вот к такому масштабному сегодняшнему нашему разговору, предлагаем вам взглянуть глазами красоты на наш город, потому что у нас эфир разный, мы разные вещи показываем. Иногда не очень какие-то приятные, может быть, там мусор, ещё чего-то, но в целом город красивый, давайте скажем. И у нас уже хорошая, добрая традиция в начале эфира показывать красоты Нижнего Новгорода, Нижегородской области. Нам в этом помогают многие наши телезрители. Один из них Максим Петров, который даёт возможность посмотреть на Нижний Новгород с высоты его глазами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видеоматериал обеспечил нам сегодня для эфира. Он очень длинный, но мы сделали некую такую выборку определённую. Она жительница Вадского района. Так вот, в селе Вад построили новую зону отдыха у реки. Конечно, для Вады это большой праздник, большое событие. Культурные мероприятия организовали, насколько возможно, в режиме пандемии. И давайте посмотрим, что это за зону отдыха. Может быть, даже следующим летом захотим туда поехать. Около каждой беседки такой мангал. Катамаран. Это типа по этой речке на катамаране кататься. Это каюта, да? Каюта-песочница. Ага! Вот что очень немаловажно. Летняя терраса со столиками. Урны. Важно. Урны есть. Тут вообще какое-то мероприятие запланировали, видимо. Тут люди в костюмах ходят. Я думала, здесь будет безлюдно. А, ну здесь сейчас много воды. Летом здесь меньше воды. Смотри, ты какое растение посадишь. Рад своим землякам, я сердечно. Поклониться у каждой из пыль. На земле родной странствующий вечно. Село юности нашей судьбы. Сильно дозером, сильно дозером. И бьет в окне неси вода. С детством сладом, с его полями. Мы останемся навсегда. Сильно дозером, сильно дозером. И бьет в окне неси вода. С сердцем сладом, с его полями. Мы останемся навсегда. Мы останемся навсегда. Россия, Россия, ты моя звезда. Россия, Россия, ты моя судьба. Россия, Россия, повторю я вновь. Россия, Россия, ты моя любовь. Все, закончились торжественные мероприятия. Народу было немного. Но, как объяснялось, это ничего не анонсировалось. Потому что пандемия, общественные массовые мероприятия запрещены. Поэтому народ специально так массово не агитировался, что приходили. Я не снимала официальные речи, потому что люди обычно это не любят смотреть. Но скажу парочку тезисов. Там кое-что интересное говорили. Я, как понимаю, специально подняли уровень ватиматы, да? Засыпали песком. Очень много песка сюда насыпали. Нет, я имею в виду воды выше ватиматы стало. Она же ниже была. Ну да. Мне кажется, там плотину перекрыли, что ли. Он же сказал, что сделали ее судоходной, чтобы можно было на лодках. Значит, там, наверное, плотину немножко подняли. Вот часть этого материала я смотрел, и у меня лозунг просто крутился в голове. Курорты ватского края. Ну, может быть, кто-то в следующем году поедет. Очень здорово. Лежаки. Почти как хурга, да? Шермаших. Лежаки, вода, солнце. Все хорошо. Но давайте из Ватского района перейдемся в Володарский район, а там у людей не праздник, там у людей боль. Жители Володарского района обратились к губернатору Нижегородской области по вопросу отмены поезда. Фролище, Ильино, Нижний Новгород. Остались вот без такой железнодорожной переправы, чтобы можно было легко по расписанию из точки в точку доехать. Правда, им местные власти говорят, мы вам альтернативу предложили. Автобус поедет. Автобус приедет, да. Ну, а мы прекрасно знаем, как выглядят сельские дороги, как ходят тот самый единственный автобус. И прекрасно понимаем, что железнодорожный транспорт, он намного надежнее. Давайте послушаем, что говорят жители Володарского района. Уважаемый губернатор Нижегородской области Никитин Глеб Сергеевич, сегодня 30 сентября 13.00 мы, жители рабочего поселка Центральной, собрались на станции Великого озера с той целью, чтобы довести до вас нашу тревогу и боль по работе пригородного поезда Нижний Новгород-Фролище. 18 апреля 2009 года торжественные обстановки с участием бывшего губернатора Нижегородской области Шанцева и начальника Горьковской железной дороги Лисуна, телевидения и прессы. Впервые на перроне Московского вокзала от станции Горький Московск был запущен новый пригородный маршрут в город Нижний Новгород, рабочий поселок Фролище. Жители рабочего поселка Центральной и Фролище были в восторге. Рельсы и автобус покорил сердца большинства наших жителей. Прошло 4 года. Волна закрытия отмены пригородных поездов в 2013 году прокатилась по всей стране. И только вмешательство в эту ситуацию президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича помогло остановить этот беспредел со стороны правительства Российской Федерации и отвечающие за пригородные перевозки вице-премьера Горьковича. В ноябре 2013 года хотели и наш поезд отменить, но мы тогда его отстояли. Спустя 7 лет мы, жители поселка Центральный, опять стали на его защиту. Недавно нам стало известно о так называемом комплексном плане транспортного обслуживания населения Нижегородской области до 2030 года. Утвержденном распоряжением правительства Нижегородской области от 30 октября 2015 года номер 1994-Р, который предусматривает отмену пригородного железнодорожного сообщения на участке станции и вино поселок пролища на автобусные перевозки. С чем мы категорически не согласны. У многих наших телезрителей, наверняка, как и у наших коллег возникает вопрос, а почему местные жители обращаются к губернатору Нижегородской области, а не, допустим, звонят руководителю ГЖД господину Лисуну. Все дело в том, что заказчиком пригородных перевозок в нашей стране сегодня, вот такая система, выступает региональная власть. То есть региональные власти считают, что в такой-то населенный пункт должен ходить поезд, обращается в нашем случае в Волговятскую пригородную пассажирскую компанию, а уже ВВПК, собственно, перевозит всех. Поэтому, конечно, здесь должно быть решающее слово за региональными властями, потому люди туда и обращаются. Сложная проблема, но она наверняка решаемая. Давайте посмотрим, что происходит в Балахнинском районе. Мы получили в наше распоряжение видео от эколога экологического общественного контроля Александра Кнышука, который и зафиксировал на свою видеокамеру и говорит о том, что в Балахнинском районе происходит постоянная кража грунта. Но это только заголовок, давайте дадим слово экологу. Добрый день. Вы на канале Нью-Йорик. И с вами я, общественный инспектор-эколог общественного экологического контроля России Александр Кнышук. 1 октября в Балахнинском районе Нижегородской области с территории старой свалки промышленных отходов завода Корунт производили кражу грунта, который везли на пересыпку отходов на полигон МакГрупп. Мы покажем вам кадры этого события. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Щебень Песок Николая 219 АС 152 Константин 381 Елена Роман 152 Вот так. Ради личного обогащения люди идут на хищение в промышленных масштабах. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем держать вас в курсе событий. У нас такой сегодня блогерский дайджест получился. А все почему? Накануне появилась информация, что блогерам государство тоже готово как-то доплачивать, правда, за позитивную повестку. Ну, то, что котики рыжие, что солнышко, оно теплое, что деревья, они зеленые, ну и так далее. Мы же даем в нашем эфире слова тем блогерам, которым интересно что-то донести. Кстати, а если я буду писать у себя на странице в соцсетях, что рыжие коты лучше, чем черно-белые, это будет считаться позитивной повесткой? Ну, а почему ты так решил? Да, это под сомнением. Давайте мы перейдем к следующей рубрике нашего эфира, поговорим по поводу ваших жалоб. Очередная порция ваших обращений в нашем сообществе ВКонтакте «День за днем Нижний Новгород». Перейдем, сразу же не откладывая, к первому. Вот что пишет нам наш телезритель. Нацпроект «Жилье и городская среда благоустройства» по-русски. Неделю назад положили новый асфальт, а потом прорвал трубу и начались выработки. Все, что сделали, водоканал разрыл. Но нужно в данном случае видеть слайды происходящего для того, чтобы понимать. И дальше наш телезритель задается вопросом, то ли ООО «Автодорстрой» не учли расположение труб, то ли Нижегородский водоканал не занимался обслуживанием труб. В общем, недельку пожили с новым асфальтом и хватит хорошего. Кадры вызывают настоящую боль у всех, кто радеет за городское благоустройство. Но, кстати говоря, друзья, если вы думаете, что это проблема, которая, может быть, не волнует людей, ответственных за благоустройство и за коммунальную инфраструктуру, вы ошибаетесь. Потому что всегда, когда к нам в любой эфир приходят руководители всевозможных инженерных департаментов, которые следят за благоустройством, всегда жалуются на крупные организации, типа водоканала и теплоэнерго, потому что никак у них не совпадают графики. Город положит асфальт, сделает ровную дорогу, через неделю там меняют трубы, например, теплосетевики. И никак вот этот порядок вещей не изменит по всей стране. Договорится, нет какого-то общего меморандума по тому или иному вопросу. Но это только одна часть ваших жалоб. Давайте перейдем к следующему. Автозавод. Автозавод становится героем нашей рубрики жалобы. Пора вводить уже отдельно. В ежедневном формате. Пора уже отдельную группу автозавода с проспекта Кирова создавать, написал наш телезритель. Ну, запомните, вы уже дали сразу пять смайликов, символизирующих рогатых оленей. Поворот и разворот на этом участке с крайней левой полосы, а это значит с трамвайных путей. Нет на проспекте Кирова движения по полосам. Вот к такому выводу приходит человек. Ну да, это кто во что гораст. Разметки? Нет. Ничего, собственно, нет. Есть правила дорожного движения, которыми и нужно руководствоваться. Это сложно. Но пока госавтоинспекторов нет, пока камеры не установили, я думаю, что это будет продолжаться. А наш телезритель только может сказать, а-та-та, так делать нехорошо. Нехорошо делать и следующее. И следующая жалоба к нам поступила, и говорят, уважаемые администрации Нижнего Новгорода, простите, что беспокоим, но уж беспокоим. Порт Артурская, 12В, такой адрес от нашего телезрителя. Долгострою два года. Речь идет о месте, которое зарезервировали под строительство, ну, если можно так сказать, под устройство, площадки для мусорных контейнеров. Площадку зарезервировали, даже вроде бы какие-то работы попытались начать, но что-то потом пошло не так, какие-то силы высшие помешали происходящему и, к сожалению, не доделали вот это самое место, как мы и видим на фото. Есть еще над чем работать. 434-3477, телефон прямого эфира, нам подсказывает, что есть звонок. Добрый день. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Да, 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 мы слышим вас. Сейчас был выпуск по поводу мусора. Вот говорят, что установили мусорные контейнеры, а дальше все до свидания. И по поводу кражи грунта тоже был ролик. Я хотел высказаться по двум этим эпизодам. Дело в том, что у нас администрация не следит за своими землями. Они не следят за тем, что там происходит. А следить должны люди. Мы, люди, которые являемся контролирующим органом. Ну вот, хорошо. Мысль здравая, согласен. Что делать простым нашим телезрителям, которые сейчас смотрят сюжеты, создавать какие-то общественные объединения или уже обращаться к своим депутатам? Объединяться. Искать общественные организации. Идти туда и выражать свою гражданскую позицию. Можно в интернете это делать. Так уж, выдавшись, что у нас сейчас коронавирус, можно в интернете, кто боится, объединяться и вместе создавать гражданскую позицию и выражать свое мнение. У нас есть депутаты. Где? Кто знает своего депутата? Мы не знаем своих депутатов. Через депутатов выражать свою гражданскую позицию, обращаться к ним, говорить, что мы хотим, какое будущее мы хотим. Абсолютно с вами согласны. Абсолютно верно. И мы готовы, кстати, вот тоже создавать такую платформу для того, чтобы вы могли высказать свое общественное мнение. И вот налаживать такие мосты между вами, вашим вопросом, вашим предложением, вашей жалобой и дальше депутатом общественной организации или администрацией того или иного. Объединяйтесь. Объединяйтесь. И я призываю подписываться также на Народный контроль. Это общественная организация. Я собираюсь ее открыть. Вместе с телезрителем, если это получится, если те, кто сейчас смотрят и слышат меня, зайдет в соцсети и увидит Народный контроль и свяжется со мной. Я буду благодарен всем, с кем получится объединение. Да, пожалуйста, оставьте комментарии под нашей трансляцией. Может быть, в группе ВКонтакте «День за днем Нижний Новгород» мы обязательно сделаем репост вашего сообщества, если вы хотите действительно помогать людям. Вот в плане взаимодействия с депутатом, Оксана, я продолжаю пристально следить за историей, как ты пытаешься достучаться до депутата Городской думы, которого выбран от твоего округа в Городскую думу. Не получается. Нет депутата, человек бегает по кабинетам и нет даже телефона, по которому можно поговорить. Я написала, что я просто как избиратель хотела бы с вами пообщаться, а пообщаться я хотела по поводу того, что наш телезритель обратилась и говорит на Суромском повороте, мы хотим посадить буквально четыре дерева и нам нужна небольшая помощь. Не получилось. Хотя нет, мое сообщение сначала прочитали, но сказали, дел сначала много. Потом я говорю, у меня некий журналистский запрос есть, но по тому же поводу. Теперь человек в соцсетях появляется, но мои сообщения не читает. Ладно, подождем, когда у них появятся кабинеты, помощники, телефоны и все равно будем действовать. Тревожные новости поступают нам с алкогольного фронта. Выражение «полторашка», которое все-таки вошло в такой народный разговорный язык, все понимают, о чем идет речь. Сходить за полторашкой, это вредно, конечно, напоминаем сразу, но тем не менее, устойчивое выражение может уйти в прошлое уже совсем скоро. Депутаты Государственной Думы предлагают запретить розничную продажу алкогольной продукции в пластиковой таре объемом больше, чем пол-литра. Вот Илья говорит, полтора литра, действительно, крест поставили, да, и все, и максимум пол-литрушка, да, но мне кажется, вот такое в народ не войдет. Говорят они о том, что в пластике большого объема продажи алкогольной продукции способствует алкоголизации населения. Кроме как в России и в Китае пиво в пластиковых бутылках емкостью более чем литр нигде не продается. Я подумал, полушка, наверное, так будет правильней. Вот почему так происходит? Вроде и тару уменьшает, и есть антиалкогольные законы, и много-много еще чего, но, похоже, нет конца этой борьбы. Видите, цифры с ними не поспоришь. Ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая и вот то самое пенное. 33% юношей, 20% девушек, а доля людей, которые регулярно пьют пиво, их вообще больше 70%. Станут ли пить меньше, если разливать вообще в колпачки? Давайте спросим у нашего эксперта. С нами на телефонной связи руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробис. Вадим, приветствуем, вы в прямом эфире. Да, добрый день. Ну, вы, наверное, эту инициативу сейчас в пух и прах разнесете. Да нет, я, знаете, расскажу только одно. Ну, обычно апеллируют авторы, а это лоббисты, исключительно лоббисты, апеллируют к тому, что надо заботиться о здоровье, что народ спивается. Никакого отношения к этому не имеется. А, к спасению молодежи, как обычно, никакого отношения. Только бизнес. Значит, просто несколько маленький экскурс. С 95-го года по 2007-й производство пива и потребление пива выросло в России в пять раз. Это вот организовали тогда западные компании. С 15 литров до 81 литра на душу. Это огромный объем даже по европейским меркам. А с 2008-го года, а, ну в этот период упаковка между собой не воевала. А у нас упаковка это PET, это стекло, то есть бутылка и алюминиевые банки. Всем места хватало. Но с 2008-го года разразился демографический кризис на пивном рынке. Это 18 лет исполнилось тем, кто начал рождаться вот с 90-го по 2002-й год, когда у нас рождаемость упала в два раза. И за следующие 10-11 лет, вот с 2008-го по 2018-й, пивной рынок упал на треть. Естественно, упаковщики, ну понятно, что пострадало само пиво, но пострадали и упаковщики. То есть вот это падение рынка вызвало жесткую конкуренцию между стеклом, алюминиевым и PET. Но стеклянное лобби, его так назовем, и алюминиевое, это мощные структуры, а PET, ну это же там крупнейшие заводы. А PET-то достаточно небольшого помещения, чтобы все производить. И тогда, с 2012-2013 года, началась мощная такая вот, знаете, артиллерийская канонада в адрес PET. Участвовал и Анищенко, там и целый ряд лиц, которые обвиняли во вреде для здоровья. В чем только не обвиняли. Но на самом деле только исключительно бизнес, только интересы стекольной алюминиевой промышленности. И это было признано уже даже в 2016-м году, когда и Дерипаска с письмом обратился, что поддержите меня, помогите после кризиса 2015-го года. В общем, все уши вылезли тех, кто, так сказать, на самом деле это лоббировал. Вадим, а если сейчас Дерипаска купит цикл заводов по производству PET, ситуация, видимо, должна выровняться, я так понимаю, логически. Да нет, да что их покупать-то, они ничего не стоят, это не заводы, я еще раз говорю, что это помещение. В 2017-м году, самый это интересный эффект, самый интересный я оставил на закуску, вишенку-то на торте. В 2017-м году у нас был принят закон, который запретил продажу пива в PET больше полутора литров. Хотя хотели литром ограничить, но остановились на полутора. Я тогда предупреждал, вот сегодня, ну то есть тогда, берет человек 2,5 литра, баклажку пластиковую, если у него отобрать 2,5 и оставить полторашки, то он будет брать 2 по полторашке. Понимаете, так и произошло. У нас потребление пива с 17-го, ну вот первое полугодие 17-го и первое полугодие 20-го выросло на 9%. То есть мы получили абсолютно отрицательный эффект от, грубо говоря, понятно, что факторов много, но вот если взять статистику и принятую конкретно меру, то есть мы получили, что сокращение объема пластиковой бутылки привело к потреблению пива. Вот, пожалуйста. Поэтому пивной демографический кризис, в принципе, закончился в 19-м году. Но роста пивного рынка не будет, поэтому сейчас пивное, не пивное, а стеклянное алюминиевое лобби хочет все-таки добить ПЭД, чтобы забрать в ПЭД примерно треть пива. И вдогонку еще. Вот у нас мощная идет борьба с пивными наливайками всякими. Так я вам открою секрет. Я считаю, что это тоже самая борьба алюминиевого и стеклянного лобби с разливным пивом, потому что у нас 20% еще разливного пива. Как хорошо стекляшкам и, так сказать, алюминиевым банкам забрать под себя еще и 20%, чтобы не было вообще разливного пива, а все только в упаковке. Да, и потом после этого можно поднять цену и на пиво в стекле. Как все оказывается просто. Спасибо огромное за комментарий в эфире. Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя «Цифра» Вадим Дробис всегда с четкой, ясной, понятной позицией, когда все разложено по полочкам. Есть первый, второй и третий пункты. И не надо тут лукавить, по словам Вадима Дробиса, не надо прикрываться тем, что мы хотим спасти молодежь и население от алкоголизации. Тут надо смотреть на экономический аспект. Согласен, тема такая объемная, мне кажется, ее можно будет и из эфира в эфир перекладывать, наши еще с кем-то и с другой стороны тоже пообщаться, потому что получается удивительная логика, дескать, будем продавать пенный напиток в маленьком и брать будут меньше. Но представители пивных компаний говорят, с кем мы смогли с тобой пообщаться за эфиром, говорят о том, что вообще не слышали о таком законопроекте, ну и не пройдет он никакое одобрение в Государственной Думе, поэтому не бойтесь, спите спокойно. Или скоро, наверное, начнут со своей тарой приходить люди, которые все-таки не могут от этого отказаться, стеклянными банками какими-то. Ну, в общем, бизнес найдет. Кстати, есть же такая реклама, когда действительно приходить с трехлитровыми, вот такая советская привычка, она якобы осталась и в нашем. Поддержи Дерипаску на рейд трехлитровую банку. Мы идем далее, следующая тема в нашем эфире прямо сейчас. Ну что, продолжаемая тема. Теперь уже ближе к ковидной истории. Депутаты Государственной Думы в очередной раз предлагают. Теперь один из депутатов Госдумы предлагает закрыть кафе и рестораны для концертной деятельности вплоть до Нового года. Ну, нельзя, потому что, во-первых, очень высокие цифры. Мы по Нижегородской области видим, растет изо дня в день. Больше двухсотен уже. Прибавляется, да. И поэтому сейчас перед Новым годом корпоративы, в кафе, в ресторанах, все на это очень сильно рассчитывали. Конечно, это массовые мероприятия, конечно, это концерт, это выступления музыкальных коллективов. Так вот, предлагают пока с этим повременить. Мы прямо сейчас свяжемся по скайпу с депутатом Государственной Думы России Евгением Федоровым. Он нам наверняка расскажет. Ну, вот, на самом деле, здравствуйте, Евгений Алексеевич. Вопрос такой. Вот очень есть уже суровые Роспотребнадзоровые, извините, я уж так скажу, меры. Требования. Требования, да. В местной власти тоже проводят постоянные совещания, каждый день комментируют. Но, видимо, не до всех доходит, что ли, что надо еще вот и из Госдумы с такими заявлениями выступать? Ну, во-первых, в рамках нашего диалога с правительством, вы знаете, что правительственные часы постоянно по этому вопросу проводятся в Госдуме. Мы с ними обсуждаем эти меры для того, чтобы они работали, но не были особо обременительны, ну, по возможности, конечно, для граждан. И в данном случае мы видим, что, несмотря на эти меры, идут вот эти живые выступления, на них набиваются люди вот в маленькие кафешки. Естественно, там ни о какой социальной дистанции разговора не может быть. То есть сама по себе вот эта методика живого выступления в маленьких помещениях, она уже автоматически приводит к резкому распространению болезни. Так что раз уж мы выбрали такой путь, а именно замедление распространения, значит, надо им идти до конца. Потому что у других, у Китая, например, был другой путь. Они ввели жесткий карантин, и у них сейчас нет ни одного больного. Но это должно быть только общественное согласие. Но, может быть, тогда не стоит из Москвы мерить все регионы под одну гребенку, а каждому региону дать возможность решать это индивидуально. Потому что у кого-то история чуть лучше, у кого-то история чуть хуже. Именно поэтому мы предложили Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения внести такую, грубо говоря, графу в перечень мер. А уже каждый регион будет тыкать, так сказать, пальчиком в ту меру, которая нужна, исходя из конкретных обстоятельств, например, в том же Нижнем Новгороде. Но она должна быть. То есть вот такая мера должна быть, она должна работать. Но, кстати, если мы говорим о России, то я думаю, что вот такого ограничения до Нового года, мне кажется, нужны во всех регионах. Потому что во всех регионах пошел резкий рост. Евгений Алексеевич, вот наши телезрители пишут сейчас. Один комментарий, с вашего позволения, зачитаю. Видимо, окончательно решили депутаты Госдумы добить российский бизнес. Посмотрите, и сейчас уже никто не ходит. Пройдитесь по Рождественске. Это одна из известных улиц в Нижнем Новгороде, где столько заведений. Пройдитесь по Рождественске. И так, да, все закрыто. Может быть, не нужно сейчас пороть горячку. Вот примерно такого содержания комментарий. Ну, раз все закрыто, то какие проблемы? Значит, эта мера никаким образом не скажется на существующее положение вещей. То есть бизнес на Рождественске ответственный. И он ответственно подошел к задаче, чтобы люди не заражали и не распространялась эпидемия. Вот и все. Но там, где есть бизнес неответственный, там, я думаю, что он должен, грубо говоря, придерживаться определенных правил. Потому что где-то это не делается. И всплеск заболевания, а болезнь косит всех. Подчеркиваю, раз мы решили идти по пути ограничения распространения, значит, по нему надо идти до конца. Евгений Алексеевич, депутаты Государственной Думы от новогоднего корпоратива откажутся в связи с пандемией? А уже мы корпоративы новогодние не проводим уже, мне кажется, года три или четыре. Раньше проводили, даже были капустники, когда депутаты сами пели, если помните. Но это было в прошлом созыве. В этом уже у нас нет корпоратива, потому что в этом созыве, к сожалению, как-то не складывается ситуация. Исключительно головая обстановка. Спасибо большое, Евгений Алексеевич. Ясно, спасибо за комментарий в эфире. Депутат Государственной Думы Евгений Федоров прокомментировал свою же собственную инициативу закрытия концерта, музыкальная группа в кафе и ресторанах до Нового года. Ты знаешь, вот хорошо, что мы позвонили депутату Федорову. Я когда просто увидел заголовок, я думаю, ну все, вот прям вот заколотят, сразу завтра скажут. А тут вроде как вы так мягко, да, просто обозначили проблему. А вот то, что новогодних корпоративов в Госдуме нет, очень грустно. Здесь даже депутаты не поют, и деревья не растут. Но поют нижегородцы активно, и это тема уже в следующей части нашего эфира. Едем дальше. Премьера песни про Верхние Печоры стартовала сегодня. Прям вот сегодня мы увидели в социальных сетях тот самый клип, который сами жители Верхних Печор создавали. Сами музыку писали, стихи писали, пели. И сами теперь показывают в социальных сетях. Давайте посмотрим, подсказывает нам режиссер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Не нужен повод, чтобы видеть этот район! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Где-нибудь в Богородском районе! Вы согласились переехать из своего любимого района? Да нет, конечно! Я на самом деле люблю очень природу! Очень много гуляю именно по Печорам! Так получается, что все лето находился на Печорских улицах, изучил их очень хорошо! Кто действительно по-настоящему влюбился в эту территорию, понимаю, что есть пентхаусы, есть хорошие места, есть море, есть и другие страны, да, если мы говорим об этом, но именно в Печорах наиболее, вот именно в Пятом микрорайоне, именно в Печорах наиболее хорошее место и экологическое для жизни! Естественно, Ниж-Новгород сам по себе хорош, поскольку я его люблю, несмотря на то, что... Что он такой разный, да, что он такой разный! Спасибо! Прошу, Сергей, но если все так здорово, что бы вы попросили еще, например, у губернатора Нижегородской области, у главы города, к юбилею города для Печор? Вот для Печор, вот как уже писали в соцсетях, не хватает так называемого спортивной площадки, закрытой, называемой ФОКами, да, Ледового дворца, не хватает бассейна, доступного для всех! Поэтому хотелось бы попросить у Глеба Сергеевича, вот именно, чтобы рассмотрели возможность, может быть, не к 800-летию, но все-таки рассмотрели возможность строительства в Печорах... Не митинги какие-то, не собрания, не группы в соцсетях, а и записали песню. Песня попала во все соцсети, практически попала на Нижегородское телевидение. Мы ее показали нашим телезрителям по всей Нижегородской области, еще и удалось выступить с обращением к властям. Знаете, как вот изящно, да, практически так по-восточному получилось. Песня «Строите жизнь» помогает, не зря такой лозунг звучал когда-то, я думаю, что он актуален и сейчас.